Так, Федька, помаши тетям лучкой. Всем большой привет, снимаю на новом месте. Сейчас, наверное, какое-то эхо такое будет, но со временем оно и уйдет. В общем, я вам снимаю для того, чтобы показать вам, ну скажем, ремонт на балконе на самом деле. Но это будет такое мое новое съемочное место, и я решила поделиться, как, в общем, это выглядит у блогера, не знаю, ну в моем случае. То есть мы решили делать ремонт на балконе, и я подумала, почему бы это не стало поводом для того, чтобы немножко сделать себе место для съемок. Потому что обычно, как вы знаете, я снимаю на работе у себя в офисе, но для этого нужно туда везти косметику. И, в общем, там, пока настроишь свет, ракурс пока это все уберешь, поставишь, потому что все-таки, да, там люди могут приходить, и для этого нельзя оставлять там все как есть. Дома, конечно, кстати, немножко проще, поэтому для того, чтобы тратить на это меньше времени, менее как-то так затратно по силам, да, по энергии, я решила это сделать дома. И давайте я вам покажу, как это выглядит. И начну я вам показывать с видом моей спальни, скажем. Видите, сейчас это все в пленке, потому что куча пыли, да, на кровати вот лежат инструменты, все еще идет ремонт. И вот как раз подумала, что начать видео именно с вот такого состояния комнаты, это будет самый класс. То есть мы вынесли балконный блок, да, и остался просто вход. У нас точно так же сделано и у Даши в комнате, вот там тоже вынесен балконный блок, и, да, белье висит сушится. Ну, понятно, да, то есть оставили все как есть, не убирали вот эту часть, которую, я знаю, многие убирают ее, чтобы было вроде как больше пространства в комнате. Ну, мне она нравится, она как дополнительная еще поверхность, тут у нас будет деревянная столешница сверху, так же снова-таки, как и у Даши в комнате. Мне кажется, что это очень удобно. Ну, в общем-то, вот здесь вот будет у меня стоять штатив, а вот с обратной стороны, на вот этой стенке, на фоне этой стены, я буду снимать для вас ролики. Но это будет не просто стена, да, давайте сначала покажу текстуру, которая у стены, так, может быть, кому-то это интересно, потому что такая же текстура стены у меня, допустим, в ванной. Ну, такая как будто бы, как мешочек, скажем так, вот этот цвет и останется. Он почти белый, он чуть-чуть какую-то, то ли желтинку, то ли розовинку, в зависимости от освещения. Но, в принципе, свет будет именно вот такой. Дальше здесь еще будет стоять у меня фон, то есть за мной еще будет стоять небольшая такая конструкция, на которую я буду цеплять разные фоны. Расскажу тоже потом фишку, когда уже оформлю, да, когда уже эту идею воплощу. Я немножко старалась воплощать эту идею у себя на работе, и я поняла, что это возможно, поэтому уже доработаю эту идею именно вот здесь, на этой стене. То есть вот здесь еще будут у меня крепиться разные фоны. В общем, на этой стене нет ничего, все розетки вынесены на вот эту стенку для того, чтобы, если я, допустим, захочу показать вам какой-то образ в полный рост, чтобы это просто была, вот, да, стена на фоне. В общем, вот так это примерно будет, да, непонятно, что там есть вообще что-то еще. Это будет удобно и для съемки влогов, и для съемки макияжа, когда будет крупный план, то есть я думаю, это самое то. Сюда я, конечно, еще привезу свои софтбоксы с офиса, и, в общем, будет все как надо. Ну что, Федюнчик пополз, я пошла за ним. Федька, передавай всем привет. Так, он уже нашел, все, уже полез мне туда, нашел же, поскидывал уже под ложку, под ламинат. Федя, идем с тобой, будем играть в другую комнату. Не понимает, что за пленка, почему она натянута, да? Федя, Федор, Федор мальчик, сына. Федя, Китя маленькая моя, занят, занят, не реагирует. Что, скажи, такое, забрали у меня мебель, непонятно, ногой ее, ногой, молодец. А ну-ка, давай попробуй, профиль из динок. Вот такое маленькое чудо. Федька, Федусик, Федуська, ку-ку, привет, привет. Так, расскажи всем, да, покажи, что там у тебя пленка, да? Пленка у Феды там, пленка. Ай-яй-яй, да мальчик. Ай-яй-яй, да мальчик. Отлично, у меня готов первый фон. И эти фоны, как вы понимаете, можно менять, вплоть до того, что купить самые обычные ткани, повесить будет однотонный тон любого нужного цвета. Либо вот подобного рода фоны, которые можно купить элементарно. Элементарно, я покупаю их на Алиэкспресс. Один фон стоит 20 долларов, это просто копейки, доставка бесплатная. Выбор огромнейший. Это винил, то есть это как бы тканый материал, это не бумага, он не рвется, он отлично выглядит. И там такое разнообразие выборов, то есть вот это букет, да, как будто бы такие какие-то размытые пузырики. У них бывает разных цветов, там бывают такие красивые варианты, как будто бы такие цветы свисают. Там может быть вариант, как будто бы какой-то интерьер, то есть вроде как я стою, а там за мной какая-то большая комната, да, видно вдалеке. То есть вариантов просто куча, мне кажется, что это просто супер для съемки. Кроме того, даже этот фон я вам покажу таким образом, да, то есть если я хочу, я использую такой более светлый, более теплый оттенок фон, да, могу сместить его немножко ниже. Либо наоборот перевернуть и использовать такой более яркий, насыщенный розовый. То есть можно его использовать как угодно, смотря что мне надо, какой эффект. Там есть такие интересные букет, вот не только светлого оттенка, но есть, например, на черном фоне, как будто бы такие тоже размытые, как звезды, грубо говоря, лампочки, да. Как будто бы яркие, то есть классно, возможно, для съемки какого-то новогоднего видео или еще чего-то. Они вообще там продаются как фоны для фотосессий, для свадеб, для съемки детей. Но мне кажется, что для видеоблогера это просто супер фишка. Надеюсь, для многих блогеров я открыла интересную идею. Всем привет, дорогие мои красавицы. Волей с течением в теннис у меня оказалось целых три хайлайтера от Benefit, которые я получила. Ну что, в принципе, покажу вам итоговый вариант. У меня получается два... А, кстати, да, у меня вот здесь на балконе зачастую стоит сушиться белье, и даже при съемке видео этого не видно, ничего мне не мешает. Значит, вот фон 1. Здесь вот как раз я его сейчас еще до конца не доделала. Видите, он еще пока заметан, то есть один... С одной стороны он зеленый, да, потом с другой стороны еще нашьется новый. Видите, там такой красивый будет бирюзовый фон. Вот здесь пока, видите, просто уже набрезан кусочек, и все. Вот так. А вот второй фон уже готов полностью. Смотрите, вот этот, который вы уже видели, да. И если его перевернуть, то здесь вот этот розовый без пузырики. Он я просто по краю, получается, сшила просто ручками, обычной иголочкой два фона. Получилось так, что они абсолютно не занимают места, да, они не объемные, так не падать. Просто остановись на место. Вот. Просто стоят себе у стенки, никому не мешает. Я получила по большому счету сразу 8 фонов на вот таких вот двух, ну как сказать, трубах что ли, да, по большому счету. Это трубы между собой скрепленные. Я могу его перевернуть верх ногами, да, и у меня выйдет, получается, просто такой бело-зеленый фон. Либо вот в таком вот виде. У меня тут какие-то листики, да, красивые. Либо тут тоже, да, много цветочков, либо поменьше цветочков. И розовый вы уже видели. Он такой либо яркий розовый, либо такой более сливочный. Давайте также покажу, чем завершился ремонт здесь на балконе, да, уже так для общего. Итак, вот стоит здесь мой софтбокс. Либо две лампы, либо четыре включается. Штатив с камерой. Еще моя ручная камера, на которую я сейчас снимаю. Да. Ну, либо опять-таки я могу использовать в качестве фона просто стену. И здесь вот такая просто деревянная столешница. Вот моя плойочка. Я здесь снимала видео про... Не плойочка, а утюжок браун. Пользуюсь им сейчас довольно-таки часто. Потому что он такой щадящий режим у него, да. Тут мои фиалочки. Вот так вот, в общем-то, все. Мило. Могу сказать только, что это еще не окончательный вариант. Я еще хочу доделать вот ту стену. Я хочу сделать еще интересно так... Прикрепить полочки, чтобы можно было менять на них какие-то... То, что на них стоит, да. И кроме этих полочек еще и сверху можно было бы, да, их закрывать вот этими фонами. То есть, 8 вариантов фона плюс полки со всем чем угодно, что я могу ставить. В итоге получается просто, не знаю, большой-большой спектр разнообразия, да. Большое количество вариантов, которые можно использовать в видео. Ну что, в принципе, это все. Думаю тем, кто начинает, кто думает по поводу того, где снимать, как снимать, как это будет выглядеть. Это кому-то поможет, будет полезно. Буду рада видеть ваши лайки, подписки. И встретимся в новых видео. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok